И всем привет, ребят, с вами Стервайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной игре и игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим новые обновления. Сегодня у нас утро пятницы, 14 апреля. И сегодня у нас есть жесткие изменения в игре. Первое, что мне бросается в глаза, это то, что у меня стало 6 миллионов кристаллов. Все дроны у нас удалены и кристаллы уже получены за это все дело. Также прибавлено по 100 тысяч каждого припаса, именно аптек, бронек, ддшек и нитрух. Батарейки тоже пропали у нас из игры. Ну и самое главное, это новый рубрикатор миссий с трофеями и с контрактами. Оказывается, трофеи и контракты все-таки отдельно. Открывая контракты, мы пока что здесь ничего не видим, потому что здесь их нету новых. Но открывая трофеи, у нас есть две новые миссии на страйкер и на диктатор. На мою любимейшую комбинацию в своего времени, дикострайкер с дистанционным подрывом. Я, конечно, ни на что не намекаю. Но именно это вооружение нужно реализовывать и зарабатывать на нем 5 миллионов очков, чтобы получить новые легендарные устройства, которые можно получить исключительно только лишь здесь за трофеи и за набитые очки. Также, что у нас здесь есть интересного? День космонавтики у нас отдельно. Отдельно у нас заданки. Танки, темная материя. Это что у нас? А, здесь миссии, да? То есть, если бы были у меня миссии, то они здесь тоже есть. И обучение есть тоже, да? Прикольно, прикольно. Ежедневочки здесь. Недельные здесь. Здесь, да? Особые. Особые. А в особых будет как раз таки премка, да? И за звание будут призы. Понял? Прикольно, прикольно, прикольно. А челлендж? Челлендж только можно зайти здесь, да? Да. В челлендж можно зайти только здесь. Ну, в принципе, все четко, компактно и красиво. Да? Выглядит прям реально круто. Трофей это прям вообще вот этот замечательный феникс нарисованный выглядит. Мега бомбически. Ну и я думаю, что нам уже надо начать. Уже надо начать все это дело. Я думаю, что мы сыграем сегодня на Дикострайкере. Хотя бы одну каточку в рамках этого замечательного видеоролика. Берем, конечно, к Дикострайкеру Гипериона. Ну и что касаемо режимов, да? Где мы сегодня сыграем? Ну давайте сыграем дефолтную TDM-ку. Да, особо выбирать не будем. Ничего не будем экспериментировать. Просто отправимся в бой. Ну и попробуем сделать уже первые шаги сюда. Ну а если вам нравятся подобного рода видосы, обязательно не забывайте их, во-первых, поддерживать лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. И не забывайте про то, что прямо сейчас у нас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно установить в настройках игры в аккаунте. Устанавливайте его, оформляйте покупки, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня, я так понимаю, очень большое количество игроков будет играть на Дикострайкере у нас. Я вот только забыл... А, всё, взял я Дико... Матчмейкинге. У меня есть такое ощущение. Так, хотя... Ну не так много, если честно, пока что этих Дикострайкеров у нас играет. Так, сейчас мы поменяем ещё резисты. От Рикошета, я думаю, что мы брать не будем. Вот от Страйкера точно мне нужно взять резист. Рельса. Скорпион. Рельса ещё одна. Так, Страйкер, Страйкер. Я вот думаю, что мне надо, наверное, взять резист как раз-таки от Рельсы Скорпиона. Но от Рельсы точно там Рельс довольно много. Блин, как я давно не играл на дистанционке. Но, блин, насколько же это жёсткая темка всё-таки. Блин, не могу попасть по типу под стенкой. Хотя у меня вроде как показывает, что я по нему должен наносить урон. Но почему-то оно не проходит. С чем-то связано. Так, но контролим позицию. Четыре килла у нас есть. ТДМ у нас за каждый килл очков дают больше. Да, за киллы есть возможность здесь позарабатывать поприятнее бонусы. Так, ну и давайте быстро переоденем резист на тот, который я сказал. Так, мы берём, значит, Страйкер. Мы берём Скорпион. Мы берём Рельса. И мы берём Страйкер. Вот так вот. Вот так вот мы одеваемся. Ну и полетели, 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 ребяточки. Нам надо килять, килять и ещё раз килять. Килять, килять и ещё раз килять. Отлично. Вот здесь можно наконтролить противника в такой позиции. Отлично. На низ домашка. Но нам надо именно убивать противника. Потому что за саппортинг у нас очков намного меньше дают. Так, ну и катка у нас такая, знаете, очень рисковая такая каточка по счёту, если смотреть на неё, да. То здесь, конечно, не всё так круто и идеально. Но вот Гиперион, конечно, сочетается очень круто. Так, у меня появляется ещё и сейчас Овердрайв. Очень много мин. Здесь от противника прожимаем Овердрайв. Вот такой вот интересный на тиммейта. Мы пытаемся накинуть дополнительный урончик. По 1800 у нас залетает. Попытка сводки от противника. Просто закрываемся под стенку, чтобы не получить дополнительный урон. И пробуем чуть-чуть ещё Накидалову сделать. Чуть-чуть Накидалову. Так, по Викингу. Отлично. Контролинг, контролинг. 8 киллов у меня пока что. Викинг раздал Овердрайв, как будто на Диктаторе, знаете, раздаёт мне криты. Но на самом деле это просто раздачка. Так, Скорпион не дотягивает. Это очень хорошо. Очень хорошо, что сводянка не срабатывает. Дабл киллчик. Позиционочка пока что контролится у нас великолепно. И, быть может, мы даже вместе с вами камбэкнем эту катку. Быть может, даже камбэчная у нас заедет. Потому что я так смотрю, киллы, в принципе, пошли довольно-таки неплохо. Так, довольно-таки неплохо. Так, аптечка появляется в самый нужный тайминг. Дроповая ДДшечка есть. Но она мне, в принципе, особо сильно не нужна с Гиперионом. Но, в принципе, можно, можно и подобрать. 15 на 2 идём. Хорошо начинается каточка. Очень хорошо. Ну, как начинается. Я зашёл уже. Наша команда проигрывала. Поэтому, можно сказать, что мы её стараемся камбэкнуть. Мы её стараемся камбэкнуть. Эту катку. Но пока что, если честно, что-то у нас здесь получается в камбэчную. В камбэчную. Звонок пошёл. 17 на 3. Хорошо, хорошо. 400 Чечи. Я уже долбанул. Чуть-чуть. Начинаем разваливать на нашем замечательном Дико-Страйкере. Пошёл Контактик. Ну, идём наверх. Идём наверх. Идём наверх. Там можно будет сейчас уже и Оудик нажать, который у меня накопился. Который у меня накопился. Вот так вот. Давайте нажимаем Овердрайв. Пытаемся слить Воспа под стенкой. По Оресу там не попасть. Два кила есть. По мне сводянка. У сводянка едем вперёд, чтобы мне не залетело ничего. Есть шафт у нас там. Контентовый. Ага. Под него я думаю, что пикать мы особо не будем. Не хотим. По диктатору накидываем. Хорошо. Пытается меня он свести, но там свести довольно тяжело, поэтому у него вряд ли что-то получится. Здесь чуть-чуть на пассивных становимся от Дико-Страйкера, чтобы он меня, если что, не слил. И пытаемся быстро слить Хорька. Дальше переключаемся на Ореса. Переключаемся на Васпика. Фулс водка летит мне в голову. Вот это уже точно залетает. У меня здесь даже укрытия нет никакого. Но, благо, разобрали там бойца, и поэтому не так сильно мне прилетело. Так, аптечку прожимаем. Пытаемся сейвиться. На добавочку здесь отыгрываем. Хороший очень урончик залетает у нас по оппоненту. Здесь тоже так немножко в закрытую становимся, чтобы меня дополнительно не накидали. Ну и вообще верхняя вот эта позиция, это самая лучшая позиция для Дико-Страйкера. Особенно если вы играете на Дико-Страйкере еще и с дистанционным подрывом, то это вообще просто супер имбовая вещь. Так, фулс водка залетает, еще и с поджогом. Залетает фулс водка. На подъем никто не едет. У меня аптечки нету, поэтому чуть-чуть спустимся на боковушку. Подождем, пока у нас аптечка появится. Дико, ой, Дико говорю. Пытается здесь наш тиммейт помочь. Отлично. На сводочку я дал, потому что там резист у молодого. Я не знаю, сколько у него ХП. Поэтому лучше всегда свести в такой момент. Так, ну и мы начинаем уже выигрывать. Очень даже неплохо начинаем выигрывать. Очень хорошо пока что складывается для нас эта катка. В минус 20 точно мы были, когда я заходил в этот бой, если не в минус 30. И это, конечно, не может не радовать. Так, раздадим вот такой вот овердрайв на тиммейта. Дадим просто криты дополнительные. Полетела сводочка сейчас. Не знаю, попробую сейчас я закрыться. Не знаю, есть шанс тут закрыться от этой сводки. Да, есть. Оказывается, я мог сразу уходить от этой сводки, чтобы меня противник не мог даже свести. Но я этим, к сожалению, сначала не воспользовался. Так, сводочку отлично. Это выдаем по диктатору. Так, есть возможность еще закилять хоречка. Попробовать. Хорошо, есть контактик. Уже в плюс 10 мы ведем. Уже в плюс 10 мы ведем. Шикарно. По воспу. Урончик. Только левой тычкой могу ему дать. Ох, креточек сработал жесткий. 32 на 4. Ну, шикарно просто. Просто шикарно у нас идет реализация нашего замечательного дикострайкера. Ну, и дикострайкер в этом плане, конечно, ну, просто великолепен. Великолепен. Просто великолепен. Я не могу даже, ну, ничего сказать. И именно с дистанционочкой. Просто вот та темка, которая работает мегаэффективно и мега-мега круто. Так, пробуем накидать по диктатору. Который стоит здесь в позиции. В принципе. Ой-ой-ой. У вас пичик опасный. На залетик решил дать. Успею ли я набрать тысячонку очков? Вот в чем вопрос. 15 килов у нас до конца. Хотелось бы очень сильно набрать тысячу. Тысячу это было бы прям мега приятно. Но по ощущениям, как будто тысячу я не успею дать. Как будто тысячу не успею. Но зато победу в карман. Это точно мы оформляем. Ну, и дикострайкеров становится больше, конечно, в матчмейкинге. Но тем даже, наверное, и интереснее будет. Когда будут игроки играть на этом замечательном вооружении. Будем смотреть, как все это дело будут игроки. Реализовывать. Так, дополнительно еще вкидочка идет. Плотненькая. Ну и ласкил я делаю. Зарабатываем сколько? А, тут у нас очки, кстати, не пишутся, да? Или пишутся? Новая лобби. А, вот. Так, 970. Практически тысячу очков я успел дать. 41 на 4. Заканчиваем эту каточку. Забираем 9000 кристаллов. Ну и, кстати, вот эта новая менюшка выглядит довольно интересно. Довольно интересно. 4000 опыта плюс 2000 опыта за прем. Шестерочку вместе. Кристаллов еще чуть-чуть, по чуть-чуть дополнительно затушили. Ну и победку. Контента вы оформили с камбэком. Тысячонка очков. Вот за такой бой, в принципе, вы можете сами посчитать, сколько это надо боев вам сыграть, чтобы заработать 5 миллионов, 5 миллионов, получается, очков. Это 5000 боев. Ну, вот таких вот 5000 боев, вот так вот 2-3 раза делаете. И проходите заданочку с трофеечеком. Ну и вот эти очки как раз-таки уже у нас появились. Поэтому погоня начинается. Не знаю, к чему это все приведет. Но мотивация в такие моменты, конечно же, появляется. Поэтому будем стараться. Будем стараться быстро все это дело проходить. Посмотрим, за сколько... Сколько вообще очков я сумею, например, за ближайшее время набить. Да, и насколько это вообще реально много набить. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вам вообще обновление? Получили ли вы свои дополнительные кристаллы? Получили ли батарейки? Ну и ждете ли вы те самые контентовые скидки на микропрокачки? Ведь с микропрокачками на сегодняшний день тоже есть своего рода определенные плюсы. Пишите, что вы думаете по этому всему поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте про розыгрыш. На стройках игры в аккаунтике вот здесь вот устанавливаете тактимпе. Дальше заполняйте форму, которая есть в описании. При после покупочки. Ну и участвуйте в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов и на 300 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.